Вот она пришла. Ну-ка иди, Паля, Паля, она не слышит. Паля, ко мне иди, иди скорее. Паля, иди скорее ко мне. Паля, иди. Вот он, гальянщик. Никитушка поймал нам. Давай. Вот видишь, как хорошо. Володя интересуется, как я лочь провел. Вчера работали на поле с хреном на огороде. Ну, я спросил матюшку, какие лекарственные свойства его им. Ну, она взяла листья. С этой, с этой, с этой, с этой, с этой, с этой вот так вот. И надо обмотать куставу. Баля с куставы. И обмотать куставку. Ушах имеется ввиду к шестяной, наверное. Ну, я прослушал, как прослушал. А вечером пошел гулять с ураганом. Мы договорились, что Никита его кормит. А я гуляю с ним. Я пошел туда и нарвал. Нарвал 12 листьев хороших. Принес домой. Ну и вечером решил это сделать. Вот с чем я как спал. Листья посмотрел, что их мыть. А что их мыть? Нет, не буду мыть сухие. Начал обкладывать. Обкладывать. Ну, как их задержать-то здесь? Я тогда надел сначала. Думаю, так оно не пойдет. У меня на ночь надевают такие, как ритузы. Иногда я надел. А теперь-то они все равно выпадывают. Как мне сделать? Все обыскал. Никаких шарфов нету. И вдруг какая-то тужурка такая, мохнатый мех искусственный. То ли ветер, то ли щи. Я тогда вот так вот задрал ноги-то. И сюда листьями это все обложил. И тогда брюки-то спустил ночные свои, в которых это, ну, ритузы, там, легко сказать. Кальсоны или что такое. Ну, черненькие такие есть. Она еще хлюпает здесь. А теперь я прижал плотно. И веревочку одну разрезал. И веревочкой возить в этом месте привязал. Они идут сюда далекой. Я кое-как натянул туда. И тогда вот я эту тужурку-то снял. И в рукава ноги засунул. А она у меня получилась плотно. И как надо. Э, вот это да. Это лучше полотенца. Или как называют этого шарфа. Ладно. Ложиться спать. У меня ноги-то связанные эти тужуркой, ногами-то. Я легко. Ноги-то туда, одеваясь байковым одеялом, холодновато. До полночи почти так я. Крутился, вертелся. И оно тут холодно и тут. А это как мокрая будет. Она не мокрая. Вид давало такой. Ну, я тогда ночью в темноте полез там к себе под матрас. У меня шерстяные носки. Я на ноги надел и маленького к утру заснул. Ну, проснулся, как всегда, в три с чем-то. Или четыре уже было. Не знаю. Вот так. Это моя ночь такая прошла. И листья эти, куда девать, снял их, положил. Они целые, помятые. Ну, а лучше мне или не лучше? Они у меня так и не болели вроде. Я походил по комнате. Да кто его знает. Что-то не охота. Больно муторно. Ну, у меня забота об Игоре. Как он поехал? Вчера там целая операция была. Раз в три. В общей сложности. Не менее, пять раз я обращался. Ездил к ней они, чтобы Алексей увез то, что нужно. Передал там Сергею. И наконец-то узнал. Сергея передали. Но он не повез. Он мне отвечает, как только будет. Или он ответил через адресат. Вот как мой маршрут туда будет. Он на такси. Таксист Сергей-то. И тогда я туда заеду. Ой-ой-ой. Я тогда пишу. Железобетонные. Маленько проходят. Кому я пишу, там оттуда ответ. Это что, ко мне или к чему? Я тогда ответ пишу. Кроме. Одно слово. Думаю, догадается. Дескать. Но все кроме тебя. Кроме. Больше ответов никакого не было. Я и не уверен, что он заехал. Завез. То есть, видимо, завез. Хотя, как обещал. Ну, вот это ночь с утра. Но тут еще другое. Я позвонил. Телефон, видимо, Игорь оставил Елене. Она взяла. Я говорю, Елена, он заедет туда, что требует. Мне-то привезет заказы. Ну, конечно. Я говорю, мы хотели... Я вчера говорил, ребята, давайте потолокимся. Первым делом к барабашам. Они на поле и втроем навалимся в огороде картошку. Уберем картошку-то. А то кто-нибудь поспешит. Я говорил, подсуетиться. Так и получилось. Опоздали на день день. Я говорю, Лена, ты нас благослови, к вам прийти и в огороде убрать у вас картошку. А картошку? Так а не надо, там мало осталось. Вчера батюшка пришел. Батюшка пришел и картошку копал там, и с кем он там, с ней или что там. Там немножко осталось. Я говорю, так идти или нет? Не, не надо. Значит, вопрос отпадает. Вот видишь как. Вот я заранее это говорил. Но нам никак нельзя было. Мы связаны были с своим огородом. этим хреновым-то. Ладно. Но раз туда нету, теперь я сразу думаю, где надо распределять. Мне задача-то какая. Смотри, как он. Иди-ка под этим посмотри, как она оправляется. Включи свет. Подойди под этим, что-то залегается так. Вот она, села. Только ты не дождешься. Включи свет-то. Вот она еще там сделала и села. Сама ходит. Палевая. Я коротко верю. Палевая называю. Мохнатая такая, красавица. Не желтая, а палевая. И не рыжая в мать, а палевая. А тесто у нее белое. Вот я не понимаю, она села уже на горшок. Головой крутит. Никто не учил ее сама. Сделали. Видишь. Никакой досады она не... Вот она пошла заливать. Леди. Она чистоплотная. Да ребенок за собой в это время еще с подгузниками еще два года будет мучиться. Вон она пошла. А ей два месяца там, может быть три. Вот она пошла. Ну не там маленько роет. Неважно. Потому что наложили-то камни. Это уж кто-то ложил, которому все равно. Камушки... Это я ложу. Камушки все выбрать надо. Она не может ими поправиться. Вон она вещи делает. Повернись маленько, где ноги-то отсюда. Ну еще что такой неуклюжий-то. Вот она как. Это же интересно надо... С той стороны я сегодня посмотрел. Артисты погибшие во время съемок. Артисты покончившие с собой. Вот они три-четыре-пять раз замуж выходят, а потом кончаются. И вот я подумал. Вы теперь там около Иосифова где садили. Это бурьян-то. Зайдите в... Я зашел, посмотрел. А? Есть там немножко. Есть. А меня с вами не будет. Я остаюсь дома. У меня тут дрова наваленная. У меня работа есть. Если совсем еще нету, значит я вас приглашу. У тебя Никита свободное время если будет, значит Надежда Васильевна надо. Вдвоем вы пойдите. Мне там делать нечего. И батюшке надо помочь. Вдвоем день. Вот двое, один день поработайте и считай за два дня. Мы дожники стали здесь. И тебе вопрос. Вчера гляжу Надежда Васильевна и идет. Я велосипед туда повернул, к ней. Видим себя зарывает и зарывает. Все еще зарывает. Вы понимаете как у нее, значит. Или она еще один раз пойдет или что. Все. Она несет мясорубку. Я смотрю мясорубка разбита у нее по частям. И все гвоздики, все эти винтики несет в руках. А вокруг трава. Я говорю, ты что делаешь то? Ну и руки едва держат и мясорубка пропала. А это не моя. Это Володина. Володя я пришла, просила. Я сказал из дома ни одного инструмента не выдавать. И к себе не брать. Только так мы можем сохранить свое и не быть должен никому. Зачем вы нарушаете благословение? Зачем ты дал мясорубку туда? Во-первых, мясорубка это ее. Она несет и говорит, не моя. Сестры, когда начали готовить здесь на кухне, они сказали, у нас нет мясорубки, надо мясорубку. И взяли у Надежды Васильевны. Вот. Я здесь просверил с вами вместе. Ну да, потому что винт потеряли уже. Да, да. Вот это и есть. Винта потеряли. И она идет в руках все это несет. Мне сестры сказали, что это ее мясорубка. Я почему обратно ее и отдал. Ангель, принеси мне мясорубку. Она в руки брала, когда знала, что это не ее. Я-то откуда знаю. Мне сказали, что это ее. Я отнес ее. Какая-то вот такая Вася вшивая. До того мне это неприятно. Мне отдай все. Но только не будешь. Она сказала, она потеряла винт. Мы просверили. Вот это ее мясорубка. Она потеряла? Ну конечно. Теперь зачем она отдает тебе назад ее? Сестры ей пользовали. Она лежала здесь у нас. Хорошо. Вчера она принесла. А ты зачем ее взял? Куда взял? Да она вчера в ее руках была. Оттуда несла она. Я ее не брал в руки. Я уже пришел, она тут лежит уже. Кто ее принимал у нее? Никто. Она пришла, положилась. Отдай ее. Утопи. Брось. Чтобы не было никаких недоразумений. Страша не люблю. У тебя просят холодильник. Зачем тебе? У меня свой холодильник. Но по-другому нельзя. Отдай. Купи себе новый. А не так, что дай мне. Я попользовался. Я тебя назад возвращаю. Зачем? Я качаю шланги. Там сосед пошел, подошел. Говорит, мне надо в огород шланги. Я говорю, тебе что? Бедность не можешь купить шланги? Ну то другое. Ну вот у меня шланги 50 метров. Забери ты их. Я пойду завтра куплю. У нас это написано в уставе. Не давать. Не бой господином дай. Просит. Ему нужно отдай насовсем. Медогонка. Там тысяча рублей. Не важно. Отдай. Или не давай. Скажу купи сам. Взаймы возьми деньги там у кого беспроцентные. Так нельзя. Вот вы, я гляжу, где все говорю, вы это быстро забываете. Вы будете всю жизнь от этого охать и ахать. И у вас вот такой, не знаю, мой нож кто-то принес. Я взял. Вот она подождена сильно через стенку живет. Щек принесет. Стой. Я сразу говорила всю чашку. Тарелки назад. Так. Так. Всегда так. Володя видишь лепешки пьет. Ну маленько сдвинься. Почему ты такой неинтересный. Вот он делает, что ты подошел там. Слава сказал какие. Значит. Вы главное действующее лицо, Игнать Тихонович. Как я могу отойти от вас? Присоединился к этой. На пустую подошел. Что на пустую? Вот лепешка. Тебя не раскочегаришь. Ну вот лепешка лежит. Где она пустая там? Вот он подходит здесь. Посмотри. Вот спрашивает. Как это? Печку там вот. Роман. Вот сейчас что? Русская печь всегда должна быть закрыта. Вот она опять приоткрыта была. Зачем? Тут это вот. Тем более она будет больше дымить. Тут. Если сейчас от этого дымит, ты эту открыл. Она еще больше дымит. Потому что отсюда идёт они туда тяготы. Вот. Чтобы не дымило. Летний ход. Открыл. Все пошло на пропалу. А вот это сейчас закрыто должно быть. А это открыто. Полностью открыто. Не на половину. Полностью. Каждый день. Сейчас она не нужна нам. Это зимняя. Она прогрела все. У вас тепло. Проверить. Не нужно напрямую сделайте. Давайте сразу. Летний. Когда летний, я говорю, русский открыл её. А эти должны быть вот там закрыты. Чтобы ниоткуда не подтягивало. Если вот эту закрыл, а эту открыл. Это можно не закрывать даже никогда. Когда открыл, она и так пойдёт напропалую. Я пошёл. Сейчас вам задеть нельзя эти. За две. Прочистки где. Роман хотел русскую печь. Как делать? Приходил, смотрел. Ему надо сейчас сказать. Чтобы он пришёл и прощупал. Оглядел. Ему это можно сказать. Вот чем я занимался. То есть. Как мощь провёл. Ну а утром саму по себе понятно. Я соскакиваю. Три поклона. И скорее за компьютер. Так. Мне вчера скинули этого. Что? У меня нет денег там. Через два дня вас заблокируют. Я тебя всё время толку. Никита. Полотить надо. А ты да нет, да нет. Вплотную подъехали. Ты меня ещё подставить хочешь или что? Вот такая шесть. Ну вот деньги. Ну я уже пополнил. Ну деньги нужно вперёд. Деньги надо? Да. Четыреста пятьдесят. Четыреста пятьдесят. Пятьсот за труды твои. На. Ну ладно. Мышь которая заклассная. Немедленно положить. Чтобы мне хватило до 10 октября. Выезжаем когда. Не было там. А там можно так на несколько дней подкладывать? Нет. Там только по объёму трафика. Там на время нельзя. Такое время. Я не так многое бываю. Не больше двух часов. Ну хватит. Это много? Ну я ж это может вы кино смотрите. А может читаете что-то. Это зависит от того что вы делаете. Я мало ещё смотреть. Совсем не буду. Мне только замки снять. То другое. Всё. Ладно. Всё. Мышь прошла. Хорошо.